Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Последний момент работы офис-менеджер финансовой компании. Вот Инна. Вы же понимаете, что эту работу выбрали вы? Я надеюсь, что вы понимаете. Что вы сами ответственны за то, что делаете. Ну, за работу. За выбор свой метод, свою работу. Если вы туда пошли, на работу, то, соответственно, важно понимать, для чего вы пошли туда. Чтобы что вы туда пошли. Чего вы ожидали от, собственно, ну, этой работы. Что вы хотели. Насколько она, работа, я имею ввиду, соответствует вашим способностям, вашим возможностям, вашим талантам. Вот. И так далее. Знаете? Это первое, с чего нужно начать. То есть, если вы по той или иной причине недовольны своей работой, то это сразу идёт в оценку ваших способностей. То есть, что я могу. Что я умею. Вот. Что у меня получается лучше всего. И, оценку ваших жизненных ориентиров. Что для меня важно. Что для меня ценно. Что для меня интересно. Что для меня на первом месте. Ну и так далее. Да? То есть, работа состоит из этих компонентов. Дальше. Вы пишите работа меня съела. Конечно, было бы неплохо, если бы вы пояснили, что это значит. Что она вас съела. Ну так, знаете. По конкретнее немного, да? Рассказали бы. Что вы имеете в виду. Когда говорите, что работа вас съела. Вот. Ну, потому что так вот не очень, не очень понятно. Исходя из того, что вы написали. Можно предположить, можно предположить, что вы работали на износ, что вы работали не в соответствии с своими возможностями, не в соответствии с своими желаниями. Можно предположить, что вы работали не в соответствии с тем, что вам нравится, и не в соответствии со своими ценностями. Можно предположить, что работали вы совсем для другого, да? то есть, ну, работали вы там, для, допустим, того, чтобы, грубо говоря, заработать денег, например, вот, и это хорошо, что вы работали ради этого, но только нужно понимать, что деньги это деньгами, а помимо этого еще нужно и развиваться, ну, то есть, как-то личностно двигаться, вот, личностно направлять себя, да? то есть, делать что-то для души, делать что-то для себя, ну, и так далее. Вот. Если вы этого не делаете, то любая работа у вас есть. Всегда же личные границы, всегда же личное пространство, всегда же определенные правила. Вот. Ну, которым, которым вам следует придерживаться, если вы, соответственно, хотите действовать себе во благо. Теперь я понимаю, что работа с людьми это, видимо, не мое, но уже поздно. То есть, в какой-то момент вы начали с собой жертвовать, в какой-то момент вы начали действовать себе во вред. И я сомневаюсь, что такое у вас в первый раз. То есть, что значит поздно? Не успели заметить, что работа с людьми это не ваше. Как такое может быть? На что-то надеялись? Что-то удерживало, ну, что-то удерживало вас, что-то держало вас, видимо, на этой работе. Вопрос только в том, что именно. То есть, тут очень все напоминает позицию жертвы. То есть, полная безответственность за себя, может быть данный страх. Ответственность. Так, меня отвернуло ото всех, ну, понимаете, вот опять, здесь вы пишете так, как будто история вообще не про вас. понимаете? То есть, ну, такое ощущение, да, что, вот, пишете вроде бы вы, ну, вроде бы вы о себе говорите. Вот. Но, получается, по факту, что, говорите вы огонь по другому, как будто бы, Понимаете? То есть, что значит, отвернуло меня ото всех? То есть, кто-то пришел, взял и отвернул вас? Нет. Это произошло в результате, мм, определенных действий. Вот. Понимаете? Каких действий? Ваших действий? Действий. Это произошло. Понимаете? Вот. Каких ваших действий? Хороший вопрос. Это то, что нужно, как раз таки, разбирать. С вами, да? То есть, вы начали чувствовать негатив, значит, ну, от своей работы. вы начали чувствовать какую-то деструкцию, вот, от того, что вы делаете. и вы ничего не предприняли, чтобы изменить ситуацию. Вот и вопрос, который у меня к вам, да? Вопрос, который, ну, собственно, необходимо рассматривать. да? Не отвернуло. Личная ответственность. Я хочу, как дикое животное, спрятаться в углу и ни с кем не общаться. Смотрите. Вы описываете процесс защиты. То есть, это процесс, при котором вы как бы оказались сейчас на подходе к нижней ступени, к нижней планке своего пути. То есть, по сути, вы уже уже вошли в пике, то есть, вы настолько, аммм, значит, безответственно относились к себе все это время. Вы настолько, ммм, бесчувственно подходили к себе все это время, что в безопасности вы себя не чувствуете. нет никаких правил, нет никаких четких регламентов базовых у вас, на основе которых строилась бы деятельность и взаимодействие с людьми. Ну вот, судя по тому, что вы пишете, да? Я начала понимать, что в моей жизни были люди, энергии, которые я подпитывал, но это был один человек на работе. Так, ну, Инна, вы извините, конечно, но здесь есть противоречия. Я начала понимать, что в моей жизни были люди, люди, да, не человек, а люди, энергией которых я подпитывал, но это был один человек. Так люди или один человек? Дальше, если вы подпитывались энергией, то как бы добирали от других, да? Ну, в данном случае, пусть это будет вот этот самый вот человек, да, на работе, а вы подпитывались от него, то есть добирали то, что вам, ну, вот, значит, не хватало. Что именно вы добирали? Чего именно вам не хватало? Как бы для себя? Что вы нуждались в энергии другого человека? Вот. Понимаете? Какая история? То есть, вот этот момент, его надо бы определить. Обязательно. Понимаете? Какая история? Потому что, а, то, что в результате происходило, да, то, что происходило, это не случайно. Абсолютно не случайно. В чем конкретно я нуждаюсь? Что конкретно мне не хватает? Что я добираю? Других. Что я считаю? Во мне нет. Во мне нет. И что есть других. Понимаете, да? А чем идет речь? Вот. То есть, как бы, механизм компенсации, механизм компенсации, ну, нужно раскрыть, чтобы понимать мотив того, что вы делаете. Дальше. Смотрите, есть противоречия, да, и еще одно, что, значит, вам не нравилась работа ваша, она вас не устраивала никак, вам было тяжело работать, но при этом вы получали подпитку человека. Вас работа съедала или она давала вам все-таки какую-то, ну, свободу, давала вам возможность почувствовать себя, например, ну, живой. Вот. То есть, мне кажется, что вот здесь вам нужно определиться с собой в этом ключе. То есть, либо работа вас съедает и один сплошный негатив, либо работа дает вам энергию. Энергию, которую вы, собственно, используете для себя. Неделю назад я уволился, теперь мне кажется, что вокруг меня гиены, все вплоть до родных и близких, все хотят навязать мне что-то. Никто меня не понимает, все питаются моей энергией, но я чувствую, что меня уже нет совсем. Я, как бы, стоит сосу. Ну, смотрите. Во-первых, в том, что касается гигиен, да. Если на самом деле, не знаю, видите вы или нет, но вы представляете сценарии, собственно, в своих родных, так же, как они, вы питаетесь энергией, ну, другого, других людей, да. Вот. И вас это подражает очень сильно, потому что ведь это так похоже на то, что делаете вы их. Знаете, какая ситуация? Вот. Ведь они поступают точно так же, как поступаете вы, по сути. И это вам неприятнее всего. Как я думаю. Вот. Конечно, можно с этим спорить. Вот. Но мне кажется, что ситуация здесь именно в этом. То есть, как бы, прежде чем говорить о том, что кто-то гигиена вокруг вас, посмотрите на себя. Вы поступаете так же. И посмотрите на природу своего раздражения, с чем это связано. Дальше. Не совсем понятна природа метаморфозы, произошедшей с вашими родными. То есть, получилось как? Так. Вот. Пока вы работали, вам никто ничего не навязывал. Никто от вас ничего не хотел. А только перестали работать. И всё. И сразу стали навязывать. Может быть, у вас просто больше времени появилось. Может быть, вы стали просто более чувствительны к тому, что поступают на ваши органы восприятия, как уволились. А может быть, тот факт, что вы уволились, вызвал у вас определённые чувства, не самые приятные, не самого приятного рода. Например, что повлекло за собой восприимчивость к тому, что говорят ваши родные. Так, может быть, в таком случае не стоит играть в игру, как это ужасно. Или всё из-за них. А может быть, стоит взять ответственность за то, что чувствуете вы? Ведь других людей так или иначе вы поменять не в силах. А вот себя изменить вполне. Особенно, если вам что-то не нравится. Ну, в том, как вы живёте. Других-то людей всё устраивает, в принципе, как я понял. Дальше. Дальше. Смотрите, у вас история такая, что, значит, я не такая. Ну, то есть, я какая-то не такая, да? Вот. А другие люди тоже какие-то не такие. Да? Вот. Я минус, вы плюс. Ой, вы минус. Вот, появится такая, достаточно депрессивная. То есть, и я ничего не могу. И, то есть, от меня отходят другие тоже, мне не всё только негатив. Только негатив, только деструктив. Какой выход из этого? Больше случаев, что я хочу. Больше случаев, что хотите вы и развивать, значит, во-первых, критическое мышление. Но с поправкой на конструктив. Вот. И, во-вторых, значит, больше слушать именно то, что нужно вам во всей этой ситуации. А я-то где? Да? А про меня-то и забыли. Так, значит, у меня нет совсем энергии. Да? Ну, а на что энергия тратится? Давайте начнём, начнём с этого. Куда энергия уходит? Куда? На какие действия, на какую борьбу, на какие усилия тратится ваша энергия? Конкретно. Вот. Вот вы говорите, что вами, значит, питаются, питаются ваши родные. А кто позволяет им это делать? А для чего позволяет? Для чего позволяет? Для чего позволяет? Для чего позволяет своим родным, да, питаться вашей энергией? Да. Вот какая штука. Можно сколько угодно говорить о том, что вот, детки, они такие, они плохие, они вот такие, они вот вообще ужасные, они, в общем, ай-яй-яй и так далее. Можно так сказать? Можно. Только результат, какой, у этого будет, понимаете? Вот. Изменит ли это ваших родных? Нет, не изменит. А даст ли это, ну, что-то новое вам, например? Нет, не да. Потому что родные, они как вели себя, да, они себя, в принципе, так и будут, как бы, ну, вести, да, им вообще всё равно. Их всё устраивает, им всё нравится, и у них всё здорово. Зачем им что-то менять? Понимаете? Такая история. Так что здесь, здесь, а я бы больше внимания обратил бы, наверное, на вас. То есть вот именно на вас. На то, что вы делаете. Как вы себя позиционируете. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь. Так. Значит, многие говорят, что брать энергию нужно из любимого дела, но я чувствую себя не свободный. Я ощущаю, как родные люди навязываются, что делать, как отдыхать, где работать, с кем общаться. Я понимаю, что у меня слабый характер, я как птица в клетке. Ну, ага, может быть, у вас и слабый характер. Я, конечно, этого не знаю. Вот. Но слабый характер можно сделать сильным. Вот. Если только вы отказываетесь от игры, всё из-за них и какой ужас. Вот. Вот если отказываетесь от этой игры, то ситуация будет гораздо лучше. Так. Я не могу... Да. А чтобы отказаться от игр, вот этих вот, ваших, нужно, собственно говоря, выгоду увидеть. А выгода такая, что вы не хотите ничего решать. Сами. Ну, просто не хочется вам ничего решать самой, самостоятельно. Я не могу послать всех подальше, я зависим материально от многих. Ну так, перестаньте зависим материально от многих. То есть, перестаньте зависим. То, что вы можете сейчас себе позволить, уберите это, хотя бы всего мне не нужно. Оставьте только самое необходимое для себя. Хочется чего-то больше, зарабатывайте сами. Будет вам стимул. Может быть вам нравится, что вы своими желаниями шерстываете ради тех материальных благ, которые они вам дают. И стоит ли это того? Я стал жестоким, мне не хватает влюбленности, я замужем. Стали жестоким, потому что вы не реализуете свои желания, я постоянно механизм защиты. Это постоянно напряжение. Не может расслабиться нигде. Вот. Ну, правильно, потому что, как я уже говорил, нет личной границы. И нет личного пространства. Вот. Мне не хватает влюбленности. Понимаете, влюбленность это не то, чего можно хотеть. Влюбленность не бывает постоянно. Любленность, она заканчивается, к сожалению. Вот, она заканчивается. Всегда. И за ней приходит либо любовь. Кхм-кхм. А, чувство. Ну, то не такое, да? Достаточно сильное. Вот. Либо приходит уважение. Тоже, видимо, хорошее чувство. Вот. Либо... Ну, либо... Ничего. Вот, возможно, как у вас. Что опять же... Что опять же... Ставит нас... Перед вопросом. Да? С каким вопросом? Как вы выбрали себе мужа? Что натолкнуло вас на то, чтобы выбрать именно этого мужа? Своего. Вот. Ли чего вы его выбрали? Как вы его выбрали? Что вы хотели? Чего вы ожидали? И так далее, так далее, так далее, да? Было ли у вас еще что-то помимо влюбленных, например? Ну, к нему, к нему, да? Дальше. Так. Я не вижу выхода из ситуации, потому что единственное нам удалось просто въехать и начать новую жизнь. А я на это не решу. Ну, во-первых, вы сами себя догнали в тупик. Да? Это еще одна игра психологическая, которую вы также можете посмотреть в интернете. Вот. Ну, то есть вы можете, значит, сами посмотреть в интернете, что это за игра и какие у нее есть, значит. вот. Ну. Особенности. Вот. Можете сами это изучить. Можете сами это посмотреть. Вот. И после этого я полагаю, что можно будет, в принципе, и с вами поработать. В общем, после этого. Даже если вы уедете, даже если вы уедете, ну, куда-нибудь. Да? Ага. Даже если вы куда-нибудь уедете, все равно ситуация не изменится. Потому что проблемы, которые есть у вас, а вы, ну, перенесете их с собой. Вы принесете их с собой. Хотя. Такая история. Вот. Они не исчезнут. Эти проблемы. Никак. Не могут. Не могут. Не смогут исчезнуть. Так что это не выход. Не выход. Вот. Что-то я могу вам сказать. Что-то я могу вам сказать. Значит, сначала. Это вытравление личных границ. Создание своих собственных правил. Личного пространства. Вот. То есть некую такую, некую такую закрытую зону, где можете быть только вы сами с собой. Вот. После этого сорвется на принятие себя. То есть, ну. Вот. Эээ. Насчет. анализ того, что вы, того, что вы в себе не принимаете. И после этого уже выстраивание на новых основах. Да. Выстраивание нового вида деятельности, нового вида всего. Эээ. Ну. Должен вас предупредить, что вы в результате работы можете, ну, так вот, лечиться. Твоего мужа. Пропомент того, что муж, он, эээ, ну, не примет вас. Вот. Не примет новую вас. Скажем так. Вот. И это, в общем-то. Ага. Насчет. 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 Это важно. Что это. Ну, вот. Что, что. Ну. Что, что. Я сказал. Вот так. Вот так. Вот так. Наблюдается такое. То. Я рекомендую вам. Ага. Книгу. Книгу. Она. Она называется. Практикум по гестант терапии. Ах. Вот. Атра за Федерик Перлз. Насчет больше почитать, если у вас есть проблема, ну, со своими чувствами. Ага. Ага. Вот так. На этом все. Ага. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.